Девушки отдыхают Мне сегодня хотелось бы развенчать, так скажем, два мифа, которые ходят о Лёле. Ну, сама она их создала, а также, так скажем, её самое ближайшее окружение, которые тоже уже в эти во все сказки давным-давно поверили и считают, что действительно так оно и было. Первый миф относительно того, что Лёлю возвели буквально в ранг вот эти её защитники, самые настоящие святой, праведницы и так далее. Буквально Лёля для них стала святой женщиной. Лёля, кстати, не против быть таковой женщиной. Она тоже говорит, да-да, посмотрите на меня, я вся, со всех сторон, буквально, замечательная, правильная и всё во мне хорошо. Да, которая достойна, достойна быть того, чтобы они славу слагали, как говорится, они легенды слагали и увековечили её славу потомки, да. Но вот если серьёзно посмотреть на Лёлю, кто она, да, она многодетная мать. Не более того, к святой она явно не имеет никакого отношения, никаким боком, как бы она не рассказывала о том, какая она вся из себя правильная. Почему-то не она, вот знаете, не её обожатели не озвучивают и, я бы даже сказала, замалчивают тот момент, что когда она в свои 15 лет сошлась с 42-летним мужчиной и забеременела от него, а потом он ушёл к ней и женился на ней, испугавшись сесть за решётку, она умалчивает тот момент, что тогда этот мужчина, когда она с ним крутила шуры-муры, он был женат, он находился в браке и у него, между прочим, в браке был сын. Получается, она не только, знаете, легла под женатого мужчину, не только родила от него ребёнка, она ещё взяла и увела мужа из семьи, мужчину из семьи, увела мужа другой женщины, а также забрала отца у другого ребёнка, между прочим, который точно так же нуждался в том, чтобы расти вместе со своим отцом. И, кстати, по этому поводу лично я ни разу не слышала от неё, чтобы она каким-то образом раскаивалась, чтобы она хотя бы как-нибудь сказала, да, действительно, я виновата, я виновата в том, что я увела чужого мужа и отца из семьи. Но, знаете, нет, даже близко такого, конечно, никогда не может быть, мы не услышим, потому что Лёля – это тот человек, который считает, что она всегда и во всём права. И вот второй брак, который у неё не получился с Женей Б, хотя она с самого начала рассказывала о том, что Женя на ней жениться, в принципе, не хотел, и её не хотел как женщину, она почему-то никогда не думала о том, что, возможно, брак с Женей Б, а также его отношение к ней – это бумеранг ей за то, что когда-то она взяла чужое, увела чужого мужчину из семьи. Да, конечно, жизнь прожить, как я всегда говорю, не поле перейти. В жизни случается всякое. Люди сходятся, люди расходятся. Но имеет большое значение, как люди это делают. Если ты когда-то действительно взяла чужое, а она в 15 лет действительно легла под чужого мужа, не просто под мужчину старше неё, да, а под чужого мужа, у которого была жена и был ребёнок, то, получается, она действительно, возможно, вся её последующая жизнь – это как раз-таки расплата вот за ту самую ситуацию. А в принципе, почему бы и нет? Почему я сказала про бумеранг? Ну, настолько часто любят её обожатели повторять и нам кидаться всевозможными вот этими бумерангами, поэтому я подумала, а почему бы к ней не применить вот этот вот самый бумеранг? И она, кстати, тоже сама постоянно пугает людей бумерангами, адом и прочими вещами. Но, вы знаете, вот да, кстати, по поводу вот её святости и так далее, мол, вот она в браке, первый брак, второй брак у неё за плечами, и она, значит, рожала исключительно только от своих мужей, а что может быть как-то по-другому, да, понятное дело, что кто-то может рожать и от любовников, но вообще, как правило, рожает, конечно же, в браке от своих мужей. И никому из нас, между прочим, вы знаете, за это медали не вешают, да, никого из нас за то, что мы живём со своими мужьями, за то, что мы рожаем от них детей, нам, нас почему-то не возводят в ранг святых, а вот Лёльку возвели, возвели, и вот эти хомяки пытаются на неё молиться. И вот ещё один миф, который, знаете, вытекает из этого первого мифа о святости, который мы с вами, в принципе, давным-давно развенчали. Ну вот я захотела поднять вот эту тему и сделать всё-таки акцент на том, что она не просто сошлась и вышла замуж за мужчину значительно старше себя. Если бы это было так, в принципе, это, как говорится, её личное дело. Но она увела из семьи, из семьи, где была жена и где был ребёнок, сделав несчастными других людей. А это имеет уже большое значение. И, кстати, ещё один такой миф. Миф, который создала сама же Лёлька, и вот эти глупости без конца повторяют вся её паства. Она без конца повторяет о том, что вот мой канал, мой канал – это про правду. Мой канал – это правда, матка вам, пожалуйста, вся перед вами. Вы знаете, вот когда я делала обзоры на Иру Многодеточку, я делала их редко, у меня, может быть, три или четыре обзора на неё. Да, я говорила, что Ирина мне нравится. Да, я читала очень много комментариев по поводу того, что, ну, особенно прибегали быковские, как говорится, вот эти хомяки, и писали, вот, да она ничего не показывает, да у неё вообще всё нереальная какая-то жизнь, а Лёля показывает правду. Так вот, я хочу сказать. Во-первых, что касается, я Иру обсуждать здесь не собираюсь, но даже на этом примере я хочу сказать. У Ирины канал «Мотивация на уборку». И это стоит даже в разделе «О канале». Написано «Канал «Мотивация на уборку». То есть, соответственно, если канал «Мотивация на уборку», «Обзорный канал», «Канал спорт» или ещё что-то, там не обсуждается личная жизнь человека. То есть, человек говорит о себе только то, что он считает нужным. Так вот, что касается правды, правды, да, как говорится, вот Лёля постоянно и её хомяки говорят о том, что Лёля показывает жизнь, как она есть, показывает всю правду, и поэтому, возможно, кому-то это не нравится. Вот всё, да не всё, как говорится. Вы знаете, я бы сказала даже, что Лёля практически ничего из правды не показывает. Она показывает только то, что хочет показать она. Потому что вот эту вот ситуацию, да, когда она говорит, я показываю, говорю только правду, ну, почему же ты тогда не сказала, и люди узнавали, да, и ты не сказала, что он на тот момент был женат, и что ты увела женатого мужчину из семьи и забрала у ребёнка отца. Не сказала, да. Когда вот эти последние моменты, даже давайте последние события, последних дней, так скажем, когда Коблякова признавалась на стриме о том, что Быков пытался выйти с ней на связь, пытался, звал её, да, к себе домой, дабы встретить день рождения Артёма, и не хотел, чтобы они встречались на какой-то нейтральной территории, то есть ему нужно было Иру заманить к себе домой. Для чего, понятно, скорее всего, они там какой-то план придумали вместе с Лёлькой. Так вот, почему-то вот эти важные какие-то моменты, важные события Лёля никогда не озвучивает. Помните фотографии с Женей в засос вместе с Женей Б? Это было нечто, это был как взрыв, знаете, вот бомбы, да, все, весь интернет стоял на ушах, когда видели вот эти вот фотографии. С Лёлиной стороны что-нибудь было? Нет, с Лёлиной стороны был молчок абсолютный. Потом, когда люди узнали и поняли, поняли, что Женя Б уже давным-давно не живет вместе с Лёлей, что они разошлись, а Лёля до последнего, до буквально мая или апреля месяца, она рассказывала о том, что нет, мы живем вместе, у нас все хорошо. И потом, бац, она показывает свидетельство о разводе, подтвердив тем самым, что они действительно развелись. Да, в общем, в принципе, люди уже, как говорится, об этом знали еще и до этого. И вообще, все вот эти последние годы в совместной жизни вместе с Женей Б на Ютубе Лёля демонстрировала картинку прекрасного семейства, замечательный муж, который чего только не делает, и работает, и вкалывает, и туда-сюда, и любит ее, и шапочки вяжет, и даже поет, и все на свете. А потом в один момент, то есть она несколько лет, получается, рассказывала людям сказки, говорила неправду, а теперь она последний год поливает его грязью, рассказывая о том, что это все было неправда, это все было вранье, и вот сейчас она говорит правду. Так простите, о какой честности на ее канале вообще может идти речь? Когда она утром говорит одно, в обед говорит другое, а вечером говорит уже абсолютно третью версию. Ни о какой честности на ее канале речи быть абсолютно не может, потому что канал ее – это не про правду. Канал ее – это про то, как вытащить как можно больше денег, вот я специально на такой заставке с деньгами, как вытащить как можно больше денег из карманов тех, кто еще готов ей подавать эти деньги. Хотя, насколько я прекрасно понимаю, что уже этих людей становится с каждым днем все меньше, меньше и меньше. Да, конечно, кто-то перестает ей донатить, кто-то уходит от нее. Да, естественно, есть такие, которые приходят, это из новичков, которые не знают, которые видят им вот перед ними такая картина, да, вроде как трудяга, вроде как много детей, но это люди, которые ее еще в принципе достаточно плохо знают. И вы знаете, ребят, вот честно, когда появляются вот комментарии подобного рода, ну и что, да, ну и что, ну вот она, подумаешь, ну сходила она в салон, да, а, нет, претензия не к комментатору, а претензия к комментарию, к комментарию к самому, потому что этот комментарий, я такого рода комментарии читаю достаточно часто. Ну и что такого? Ну, сходила вот она в салон, вот вы говорите, что она ходит в салон, да, а делает себе маникюр и педикюр, мол, это недорого, там машина, это тоже, там, значит, необходимость и так далее. Я не спорю, я полностью согласна, я сама хожу в салон, я сама езжу на машине, Но, вы знаете, я говорю вообще о другом. Если бы Лёля все это дело делала исключительно на свои деньги, к ней бы претензий никогда никаких не было. А когда она сидит на стриме, когда она давит слезами, и здесь никто не скажет, что я вру или сочиняю, когда она два часа выдавливает из себя слезы, ревет, рассказывает какие-то страшные истории. Один педофил, другой чикатило. Боже мой, что со мной творилось? Это были ужасные люди. Они меня там, значит, вот эти мои мужья, да, моя жизнь вся ужасная, моя мать ужасная. Меня всегда били, ненавидели с самого там детства, с самого детского садика. Она сидит вот этими страшными историями, выдавливает из людей жалость, выдавливает, вытаскивает из них деньги. Она насобирает денег за стрим, и потом спустя день, два, три она выкладывает в сторис или в новых роликах то, как она идет себе спокойно и делает брови там за 6-7 тысяч, да. Как она идет, делает себе, ну, маникюр, педикюр, как она едет в сауну, да, опять же едет в сауну и тратит на это деньги. Ребят, чьи деньги? Так те деньги, которые она только-только посидела и намутила как раз-таки на своих вот этих вот. Она, конечно, может сказать, это мои деньги. Нет. Ты же говоришь, что у тебя твоих денег, если бы не донатчики, то тебе бы твоих денег никогда бы не хватало. То есть здесь становится понятно, что она вводит изначально людей в заблуждение, дабы насобирать себе энную сумму денег, потом идет спокойно, тратит их в кафе, куда угодно, в пиццерию, да, а потом со спокойной душой опять приходит и садится на очередной стрим и опять начинает лить крокодиловые слезы, рассказывая о том, какая она бедная, несчастная, да, когда у нее все хорошо, она рассказывает о том, что она сильная. Так вот, я еще раз хочу сделать акцент на том, что если бы она делала вот эти вот, знаете, ногти, волосы, брови, ходила бы там, покупала бы себе одежду, если бы она покупала себе машину, оплачивала это все с собственного кармана, ей бы никто бы слова бы не сказал. А уж поскольку она бьет себя кулаком в грудь, рассказывая о том, какая она сильная, смелая и умелая, а потом садится на очередной стрим и рассказывает в очередной раз по сотому, по тысячному разу одно и то же, как ее все гнобили, затем, собрав денег, на следующий день едет и выкладывает вот это все на всеобщее обозрение, как она потратила эти деньги, а потом приходит и говорит, а у меня нет 10 тысяч на колонку, или у меня нет 15 тысяч на Сергея Петровича, вы просто обязаны мне дать, если вы мне не дадите, да, помните, как было с отоплением, если вы мне не дадите, значит, мои дети будут мерзнуть. А как ее дети рассуждают, которые уже с малого возраста, с 9-летнего говорят, да, мама тут для вас сидит, рассказывает, а вы, мол, тут чего, деньги типа не даете. В общем, ребят, вот такие вот два мифа попыталась я развенчать, что касается Лельки, да, ее святости, там понятное дело, что там о святости и близкой речи никакой быть не может, потому что то, что женщина рожает в браке от своих мужей, это никакая не святость, за это медали нам никто не дает, не раздает, поэтому да, и надо смотреть тоже, не только говорить о том, что, а, это вам бумеранг, вот надо смотреть, наверное, на свои какие-то истории из прошлого и понимать, за что конкретно вам прилетел бумеранг, я говорю это относительно Лели, относительно того, что каким образом получился вообще, и на чьих, как говорится, костях получился вот этот ее первый брак, а это тоже имеет большое значение, между прочим. Ну и, конечно же, по поводу той ситуации, что она говорит, что я всегда рассказываю правду, я не знаю, как вы, но я лично никакой правды у нее на канале вообще не вижу. Она показывает только то, что она хочет показать, но когда дело действительно касается каких-то серьезных ситуаций, судов, Кобляковой, когда вот действительно есть уже информация от другого человека, от той же Кобляковой, да, Леля эти ситуации замалчивает, почему-то она о них ничего не говорит. Ребят, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.